хорошо у нас остались 10 вопросов к высшему я и я делаю запрос в энергоинформационном поле приглашаю к нам прийти куратора екатерины приветствует вас глория глория мы приветствуем вас глория снимается все маски и голограммы фантом представить первозданном виде согласно своему эфирному кода днк уважаемая глория я рад встречи новой встречи с вами у нас сейчас 10 вопросов к высшему я екатерина заявила свое намерение пообщаться с высшим я будете ли вы так любезны подняться с нами вместе на уровень высшего я екатерины и пообщаться с ним всех приветствует приветствуем и рада чести отлично признательно что пригласили безусловно безусловный мы очень рады глория мы всегда поднимаемся с куратором мы знаем куратором это тоже доставляет большая радость 30 с высшим я и побывать в этих энергиях которые там присутствуют поэтому я хотел спросить мы на 13 уровень поднимаемся до высшего я отлично хорошо верочка бери свои крылья екатерину и вместе с глорией мной и екатериной поднимаемся на уровень высшего я 13 уровень 1 2 3 пошел подъем на месте снимается все маски и голограммы все вокруг предстоит согласно своему фильму коду днк и мы приглашаем к нам выйти высшее я екатерины это женщина она нас проводит такое беседка круглая замечательная мы приветствуем вас уважаемое высшее я екатерины представьтесь пожалуйста как нам к вам обращаться милана или мила отлично милана красивое имя уважаемая милана меня зовут влад это вера рядом стоит рядом стоит подопечная ваша екатерина ваша частичка и глори дорогой куратор екатерины которая тоже оказала нам честь и поднялась вместе с нами на эту встречу екатерина написала 10 вопросов которые она хотела бы вам задать будете ли вы так любезно уважаемое высшее я уважаемая милана ответить на эти вопросы немножко объясню мы все сидим этой беседке он круглый стол то есть беседка круглая стол круглый и как лавочки чтобы круглый мы все сидим за этим круглым столом хорошо еще что-то видно или только свет нет она очень светлая и пока легкая бы сказал хорошо я рада всех вас приветствовать благодарим вас примите небольшую беседку для удобства встреч и разговора рада принимать вас на своем уровне благодарим вас уважаемая милана мы очень рады присутствует на тринадцатом уровне я отвечу на вопросы если пришло время хорошо узнать ответы если пришло это только вы можете знать потому что речь идет практически о вас итак я начну с первого вопроса имя моей дочери анжелика пришло мне в голову два года до ее появления я просто влюбилась в это имя и мечтала о том что у нас с мужем родится дочка это моя выдумка или это ты мне это имя нашептала или это имя нравилось мне в моей прошлой жизни во франции все мимо отлично добавите еще что-нибудь конечно это обычный план ты планировала свою жизнь а не мечтала а вот или же через мечты планировала все шло по плану благодарю вас ваш ответ нет все шло по плану все понят запланированному тобой долю же мной ада и живого воплощения до воплощения отлично но с францией это не имеет с прошлой жизни ничего общего вы поймите что каждая жизнь уникальна она закончена опыт пройден и набран осознание получено идет следующий опыт другое осознание конечно благодарю вас за это следующая ступень понятно хорошо с этим вопросом все понятно вы позволите переходить ко второму вопросу когда моя дочь заболели заболела мой мир полностью перевернулся я хотела проснуться от страшного сна и было такое ощущение что кто-то наводил меня на правильные странички в интернете людей я открыла для себя мир целительных растений и эзотерики это ты или глория показывали мне как лечить анжелику или есть у меня какой-то учитель учитель был этап пройден учить еще шоу все другие учителя в твоей жизни учитель сделал свою миссию выполнил ее и следующий этап начинает следующий этап начинает когда ученик готов это верно это верно дорогая милана благодарю вас за этот ответ я могу переходить третьему вопросу или вы хотели что-то добавить еще я думаю ответила я точно также вижу это третий вопрос мне очень больно смотреть что люди выбирают химиотерапию и химические таблетки для лечения не понимая что наш организм может сам исцеляться ему только надо дать правильное питание витамины и минералы есть побольше овощей и ягод пить чистую воду и окружить себя любовью скажи права ли я что химиотерапия и радиация вредна и не нужна при лечении онкологических заболеваний целом и общем это вредно но все зависит от ситуации от меры запущенности от стадии я приведу пример много факторов играют нежно например уровень когда нужна химиотерапия и радиация это прогрессирующая болезнь а болезнь нужно ли учить до того как она началась до того как что-то заболела кушать правильные продукты получать и отдавать любовь и жить в мире собой самой болезнь идет от дисгармонии радиация это зло но болезнь это тоже зло зло не боится зла зло боится любви но на физическом уровне не каждый готов любить зло а поэтому очень трудно излечиться я говорю сейчас о людях не больных а здоровых которые после известия сами в шоке они менять должны свою жизнь чтоб любить и ухаживать за больным и каждый выносит поэтому ситуации всех разные но в общем и целом зло не должно возрождать побуждать зло благодарю вас то есть вы хотели сказать что все зависит от ситуации ситуация бывает разной точно так как и причины заболевания бывают разные и нельзя ответить однозначно правильно это или неправильно в каком-то случае это правильно в другом случае до проявления этой болезни если бы так сказать человек ел правильную пищу пил правильную воду возможно и не дошло бы до этой болезни зарил и получал любовь это я только хотел сказать да обмен любви обмен этими высокими энергиями дарить безвозмездно здесь очень важно еще слово безвозмездную любовь безусловную любовь и получать соответственно что бывает по-другому? Ну, если вы так спрашиваете, нет. Не бывает, потому что это, скорее всего, тогда иллюзия любви. На моем уровне это трудно понять, извините. Я понимаю, 13 уровень, это все-таки высокий уровень. Я сам с 12 уровня. Но все равно я вас понимаю, великолепно, уважаемая Милана. Мы продолжим? Позволите? У меня задача для сейчас. Любовь или есть, или нет. Разве бывает промежуточный уровень? Я объясню вам. Есть неправильное восприятие людей на Земле, то, что они считают любовью. Я надеюсь, моя частичка. Нет, нет, это не касается ваших... У нас пройдет правильный путь. Это речь не о вашей частичке. Есть просто люди, которые считают, что любовь — это когда кто-то к ним испытывает жалость, когда кто-то их жалеет. Это, опять-таки, низкие вибрации. Любовь — это когда кто-то плачет вместе с ними. Кто-то сочувствует. Но как сочувствует? Выслушивает этого человека. Вот это люди считают, это, в принципе, любовью. На самом деле, любовь имеет намного глубокий смысл. Это очень хорошо, что все вы это сейчас сказали. Именно это я имела в виду, когда говорила про то, что у родных есть много сочувствия и жалости к больному, но не любовь. Как же он может его вылечить? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Никак. Просто эти энергии ему сделают еще хуже. Поэтому применяется радио и химия. Терапия. Терапия. Все. Значит, с этим вопросом мы закончили. Благодарю вас, уважаемая Милана. Очень интересно с вами общаться. Если вы позволите, я перехожу тогда к следующему вопросу. Она очень мало спрашивает о себя, больше о своей работе. Я прошу прощения, мы не имеем никакого отношения к этим вопросам. Вот я их зачитываю, как она их написала, поэтому я продолжаю. С четвертым вопросом. Как я лечила раковые болезни в моих прошлых жизнях и какие растения я использовала? Травы и ягоды в жизни когда-то была травницей. Там не было рака. Вернее, его не знали тогда. Были другие болезни, но не было и медицины. Как вы знаете, еще сто лет назад лечили спусканием крови. О да, было и такое. Мало кто знал истинное значение трав и ягод. Мало кто знал строение человека, биоробота и связь души с биороботом. Одно не живет без другого. Да, это все за последние каких-то несколько столетий эти знания к нам пришли постепенно. И на этом этапе, безусловно, каждый человек должен осознавать, что у него есть тонкое тело, физический биоробот. Ничего не поменялось. Как раньше, так и сейчас воздержит в неведении, что, зачем и почему. Можем мы что-то сделать сами, как люди, для того, чтобы эти знания получить? Какие знания? Например, вот эти скрытые знания. Какие травы, какие ягоды нам могут помочь? Это не скрытые знания. Это не скрытые. Это знания открытые. Но вы забываете их. Не интересуетесь ими. Вам предлагают другое. Хорошо, тут она спрашивала, какие растения она использовала. Вы можете назвать эти растения, которые вы использовали, вашей частичкой в том воплощении? Много разных. Каждое растение несет в себе определенную пользу. Гарбарис, как ягода. Много всего другого. Вы можете эту информацию ей напрямую передать, в принципе, да? У вас же есть связь с ней, уважаемая Милана? Она слышит вас? Я скажу больше, это в ее генетической памяти. Уже есть. Она должна со мной связываться. Она может вспомнить. То есть интуитивно действуя, она найдет правильные ответы. Я понимаю, что такое генетическая память. Я сейчас сам на своем примере сталкиваюсь, как и Вера с этим. Многие вещи, даже не понимая, почему они у нас получаются, вот это и есть генетическая память. Это какой-то опыт. Это то, что всплывает в твоей голове. И ты знаешь, что это делаешь правильно. Абсолютно верно. Это сопровождается всегда этим чувством. Вот важно заметить, наверное, на человеческом уровне, потому что мы все чувствами агируем. Поэтому это чувство, когда ты чувствуешь, что ты делаешь все правильно. Вот это и есть генетическая память. Благодарю вас, уважаемая Милана. Очень развернутый ответ. Все понятно. И барбарис вы еще назвали в качестве одного из растений, которое она использовала в прошлых жизнях. Ягоды. Вы закончили? Я могу переходить к следующему, пятому вопросу. У нас их 10. Хорошо, пятый вопрос. Я чувствую, что благодаря вере и Владу, это нам с верой, я получил ответы на все мои вопросы и подтверждение о том, кто я. Я знаю много техник, как можно исцелить свое тело как энергиями, так и растениями от любых болезней. Я чувствую, что раскрыла все секреты земной жизни и как устроена Вселенная. Какие таланты мне нужно развивать и как использовать мои знания. Выбрал ли я правильную работу? Вот такой вопрос. Мне трудно ответить на этот вопрос. Единственное, что я хочу сказать, ты идешь правильным путем. Раскрыть и понимать Вселенную. Это просто. Мы сами Вселенная. И ты это знаешь. Ты несешь везде свою Вселенную. Но не всем она нужна. Ты можешь давить этим людей, не понимающие тебя. Давить это не хорошее. Не совсем хорошее слово. Не те вибрации, которые должны присутствовать. Совершенно верно. Я почему, извините, я вас перебил, уважаемая Милана. Мы просто с этим давлением столкнулись сегодня в чистке. Там немножко муж страдал и сын страдает от этого. Ну, может быть, это не давление или чрезмерное внимание. Я не знаю. Вам, мы в конце концов говорим о вас. Вы понимаете, о чем идет речь. Объясните, пожалуйста, насколько эти энергии не совсем правильные. Я так и объясню. Вселенная, которая пытается включить в себя, ну, назовем это, другие Вселенные, и забывает, что у других Вселенных своя жизнь и свое развитие. Я имею в виду под словом Вселенная людей, других людей. Понял. Вот теперь я понял. Благодарю вас. Действительно, каждый человек — это Вселенная. И в каждом есть то, что в другом нет. И все разное. Вы абсолютно правильно и красиво заметили. Продолжайте, пожалуйста, извините. Если ты поймешь, что у каждого своя Вселенная, и будешь гармонировать с ней, а не поглощать ее, тебе и людям вокруг тебя будет намного проще жить и свободней. Вот просится прямо слово «комфортнее жить». Прямо напрашивается. Комфортное — это, в принципе, правильное распределение гармонизации и энергии, когда с человеком просто приятно находиться рядом, потому что его энергии находятся на таком уровне, который тебе приятный. И гармонизирует с твоими энергиями. Это выглядит как вторжение в другой космос, в другие энергии. Это то, что ты сейчас делаешь. Тебе нужно иметь границы, свои границы. Благодарю вас. Очень важно. Поддерживать себя. И не давить своей энергией, может, возможно, чрезмерно на другие. Предложить вариант к выбору, но не ставить ультиматум, может быть, так, или показать, какие варианты есть. Скажу еще проще. Да. Советовать, если спрашивают. Уважаемая Милана, есть такой закон во Вселенной «не просят, не лезь». Это правильно? В большинстве случаев. Да. Не просят, если тебя не просят о помощи, не лезь. Вот есть такой закон, нам его объясняли. Это если тебя никто не просит о помощи, не надо человеку мешать в его развитии. Человек должен сам... Немного разное понятие. Я объясню. Благодарю вас. Если не просят, не лезь. Но если ты видишь, что человеку плохо, и он погибает, ты можешь предложить твою помощь. А дальше не навязывать ее. А дальше, если человек готов, он ее примет. Это будет, наверное, скорее всего, правильно сказать, самое гармоничное развитие такой ситуации. Предложить, оставить выбор за человеком. Вот этот тезис оставим в воздухе. Оставить выбор за человеком. Человек вправе сам свой опыт набирать и сам проходить. Действительно, это его Вселенная. У него есть сотни жизней, которые он прожил, причем у каждого человека. И этот опыт надо уважать и дать ему право самому развиваться и самому сделать вывод. Потому что если мы кому-то поможем против его воли, это тоже не будет иметь... Это, во-первых, запрещено. Во-вторых, это не будет иметь никакого вообще... веса. Оно не поможет человеку. А не будет иметь никакого урока. Абсолютно верно. А мы только за уроками здесь. Благодарю вас, уважаемая Милана. Вы еще хотели добавить что-то по этому вопросу? Какие таланты ей стоит развивать и как использовать ее знания, был вопрос. И выбрала ли я правильно работу? Таланты скромности и самоздержание. Именно самоздержание, а не самовоздержание. Сдерживать себя. Сейчас объясню. Я вас понимаю. Мне такой же совет давал мой куратор. Вернее, мое высшее я, когда я с ним общался. Но объясните для вашей подопечной, для вашей частички. Конечно. Объясните, пожалуйста. Я лишь покажу опять на слове «Вселенная». Как развитая душа, сдерживая себя, ты даешь развиваться другим вселенным вокруг тебя. Они имеют право делать свои ошибки и набираться опыта. Дай им делать это. Дай им идти своим путем. Не надо их заполнять своим космосом. Иначе они не смогут развиваться правильно. Вот это твой талант. Сдержание, самоздержание. Помогай только тогда, когда просят. Благодарю вас, уважаемая Милана. Очень интересный и точный ответ на этот вопрос. Больше мне нечего задавать вам в этом плане. Если вы позволите, шестой вопрос. Я могу переходить? Да. Шестой вопрос. Я научила свое тело чувствовать энергии и слышать их, контролируя чувство страха, голода, останавливать мысли, видеть цвета в третьем глазе, пробуждая энергию кундалини. Если я разбужу энергию кундалини, произойдет мое соединение с тобой или просто мое сознание поднимется на более высокие вибрации? Второе. Просто поднимется на более высокие вибрации. Все понятно. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Вы позволите? Я хочу выразить благодарность за моих родителей, сестер и брата. Я всегда пытаюсь помочь им как материально, так и советами. Но чувствую, что сейчас наступает момент, когда мне нужно отпустить ношу и развивать себя, поднимать свои вибрации. Права ли я? Прекрасный вопрос. Вот как раз этим и займись собой. с самосдержанием. И ты поймешь, что твоя ноша, ты, кстати, правильно ее так называла. Ноша. Ноша, да. Она никому не нужна. И мы ее добровольно на себя взвалили. Благодарю вас, уважаемая Милана. Значит, значит, все-таки чувствую. Уже сказала, каждый должен развиваться сам. Ты можешь стоять в стороне, как сильная душа, и смотреть со стороны, и помогать, когда тебя попросят, или же когда ты видишь, что человек сделал все и не может двигаться. До этого времени дай ему развиться самому и найти выход из ситуации. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Моя жизнь на Земле полна чудес, интересных людей, можно даже книгу по ней написать. Какая моя прошлая жизнь на Земле сыграла самую важную роль в моем развитии и вывела тебя на более высокий уровень развития? Я не смогу назвать определенную жизнь. Это как пазл. Ты не можешь выбрать один правильный. Все пазлы не только на Земле, но и в других планетах, измерениях. Там мы набираем другой опыт. Должны совпасть. А весь пазл, в принципе, наверное, скорее всего, творец видит, правильно? Если мы не можем выбирать его. Не совсем так. Творцу не обязательно видеть весь пазл. Все, что играет важную роль, это саморазвитие и получение нового урока. Которая приведет к определенному осознанию. Понимаете, получил урок, осознал что-то, идешь дальше. Иногда мы за жизнь не получаем много уроков. А иногда одна жизнь не один урок. У нас есть такая пословица на Земле, уважаемая Милана, называется «наступать на одни и те же грабли». Если вы знаете смысл этой пословицы, то есть смысл урока – это не допускать определенных реакций и не делать тех же самых ошибок, когда ты повторно встречаешься с такой ситуацией. Это и называется осознанность. Это и называется духовный и вообще рост или опыт, как угодно. Только осознав свои ошибки, мы можем вообще продвигаться дальше. О, это такая мелочь. Я говорю, что за одну жизнь вы можете получить очень много уроков, таких как урок любви, урок ненависти. О, да, к сожалению. Урок счастья, даже урок смерти и правильный выбор. Много чего. А можно за одну жизнь просто чего-то ждать, ждать, ждать. А потом смотреть назад и говорить, чего же я ждал. Жизнь прошла, чего я ждал, конечно, да. И, может быть, человек получит в этой жизни один какой-то урок, который он вынесет. Он продвинется ненамного. Он получит свое осознание. Он получит осознание мелочности жизни и много чего другого. Но это все общие темы. Да, я понимаю, безусловно. Но эти темы тоже очень важны. И поэтому, живя на Земле, нам все учителя и кураторы говорят, что это какой-то уникальный опыт. Я вернусь к пазлам. Пожалуйста. Представьте, на нашем столе лежит одна картинка, состоящая из пазлов. Где-то вы видите много цветов в определенных пазлах. А где-то это один простой белый цвет. Вот так же в нашей жизни. Сознан из этих моментов? Нет, я хочу сказать глобально. Весь наш опыт, это вот эта картинка. Но состоит он из разных жизней. Не только на Земле, но и во всей Вселенной. Вот как. Понятно. Значит, это общий опыт. Вот это и есть пазл. Это общий опыт. И поэтому я не могу привести какую-то определенную жизнь на Земле. Как вы говорите, самое важное. Это не мы говорим, это говорит ваша частичка. Мы об этом, в принципе, уже знаем. Нам тоже уже указали. Мы встречались с очень многими, высшими я на многих уровнях, с очень многими кураторами почти со всей нашей галактики. И нам эти темы все, в принципе, говорят одно и то же. Насчет этих пазлов, насчет опыта, насчет того, что нельзя мешать другим развиваться. Помогать тогда, когда вы все говорите, все, то все, что, в принципе, уже на Земле люди должны понимать как-то. У нас идет какой-то процесс осознания сейчас на Земле. И очень многие люди просыпаются, я так скажу. Это очень такой интересный момент в нашей жизни, в нашей жизни на Земле. Я думаю, вы в курсе, что у нас здесь происходит. У нас всегда что-то происходит. Да. Не только сейчас. Скажите, а только у нас идут войны? Или где-то еще есть? У меня такое ощущение, что тут есть, понятно, хорошо. Но мы никак не можем жить в мире. По-моему, ни одного года в истории Земли не было, чтобы люди жили в мире. Это очень печально. Хорошо, Милана, мы это немножко отошли в сторону. Все равно благодарю вас за эту информацию. Девятый вопрос, предпоследний. Соприкасались ли моя душа с Архангелом Рафаилом и Иисусом Христом, мастерами целительства? И передали ли они мне опыт целительства? Или были другие великие души, которые оставили след в твоем развитии? Очень интересный вопрос. Да. Я немножко объясню. Архангел Рафаил, это совершенно другой уровень. Совершенно другие знания и доступ к энергиям. Мы с ним встречаемся часто. Всекомнадцать. По работе. Доступ к энергиям, цивилизациям и технологиям. Ты же, живя на Земле, используешь только технологии Земли. Это раз. Что касается Иисуса Христа, если мы говорим про земную жизнь, все, что он делал, делал с помощью знаний и веры Творца. Вот и все знания и умения. На Земле, как вы знаете, в буддистских храмах, например, многие буддисты могут останавливать свою жизнь, левитировать. Да. И делать другие, как вы говорите, чудеса с помощью своей веры и определенных знаний. Я к чему это говорю и привожу примеры. Если ответить просто, нет, ты не соприкасалась со знаниями, а с душами Архангела Рафаила Иисуса Христа. Но ты должна понимать, что каждая душа вокруг тебя, она дает определенные знания. Все, с кем ты встречаешься, они просто так посланы. Научись читать знаки. И вокруг тебя присутствуют. Научись читать знаки. Нам такой совет очень многие давали уже. Потому что знаки нас окружают. Это не про знаки. Вопрос был в другом. Да, значит, целительство. Прочитай вопрос. Соприкасались ли моя душа с Архангелом Рафаилом Иисусом Христом? Мастерами не соприкасались. Дальше. Были бы, или были другие великие души, которые оставили след в твоем развитии? Это я и говорю, что каждый человек рядом с тобой, который был, будет и есть. Это и есть великие души, которые оставили след в моем, а также твоем развитии. Как интересно. Да, вот она и эволюция и развитие. Не надо преуменьшать души. Не забывайте, что души, они все идут от одного отца. Верно. Да, все души идут от одного отца. И в каждом живет его частичка. Совершенно верно. Поэтому я не могу сказать, какая душа больше или меньше. Каждая душа, с которой соприкасалась с тобой, имела определенное развитие. Ты не забываешь, что даже те души, от которых ты получала негативный урок, продвинули тебя в развитии. Конечно, это и есть опыт. Благодарю вас, уважаемая Милана. Здесь, в принципе, все обговорено. Если вы позволите, я перехожу к последнему вопросу. Да. Как мне с тобой разговаривать и с моим куратором? Я чувствую энергию. Как мне понять, что именно вы дотрагиваетесь до меня, когда я хочу с вами контактировать? Понять никак, как тонко можно почувствовать. И душой. Но контакт с Высшим Я, его невозможно вообще не перепутать ни с чем. Правда. Это когда люди, которые уже этот путь проходили и смогли установить контакт со своим Высшим Я, это текут слезы радости. Это просто ты встречаешь самое родное, что у тебя вообще есть. Такое ощущение, что ты соединяешься с самой дорогой частичкой, которая вообще во Вселенной присутствует. Вот так вот, во всяком случае, у меня было такое. И мне ничего не хотелось спросить. Я просто хотел немножко о себе узнать тоже у моего Высшего Я. Но это ощущается именно очень на высоком эмоциональном уровне. Что касается Куратора, есть куча техник. Например, дать себе установку на поднятие проуказательного пальца на правой руке, когда контакт будет установлен с Куратором. Или с Высшим Я можно тоже так себе дать установку. И Высшее Я будет в курсе. То есть вы будете в курсе Милана того, что она хочет с вами связаться. Это правильно? Вопрос был не в этом. Вопрос был, как понять. Я хочу объяснить, как понять. Это как удар светлых энергий в самое сердце. И ты чувствуешь шевеление и вибрации по своему телу. Ты не сможешь их спутать ни с чем другим. Это как поток света, соединяющий нас в одно целое. И можно даже, если немножечко повезет, увидеть лицо Высшего Я. Мне, например, Мое Высшее Я показало свое лицо. Оно очень на меня было похоже. Но эта радость, безусловно, это самый главный фактор, который можно сказать. Он приходит, когда контакт установлен с Высшим Я. Незабываемые встречи с Высшим Я. Это у каждого человека, особенно, когда он сам выйдет на этот уровень. Я больше, чем уверен, Ваша подопечная, Ваша частичка, сможет когда-нибудь напрямую с вами связаться, осознанно, как и со своим куратором. А нюансы вы уже, в принципе, здесь объяснили. Это незабываемый свет, который входит в тебя. Все. Благодарю Вас. Вы хотели что-то добавить по последнему вопросу? Нет, я все сказала. И последнее тут завершение идет. Я хочу попросить Вас подарить моему Высшему Я смузи богов для лечения всех болезней и души в том числе. Он называется Soul. В переводе душа. Основан на семенах черного тмина, семенах винограда шардонеи и семенах черной малины. Верочка, в твоих руках появляется этот смузи. Один, два, три. Я благодарю за этот подарок. Мы еще не закончили, уважаемая Милан. У нас есть еще от нас подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется наша традиционная корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Большая корзинка. И мы спрашиваем разрешение Миланы передать ей, возьмет ли она этот скромный подарок в знак нашей сегодняшней встречи и благодарности за ее ответы, которые очень глубокие и очень помогли, я больше, чем уверен, ее частичке. Передай, пожалуйста. Вы можете оставить это все здесь, на столе. Отлично, Верочка. Оставляем все на столе. Уважаемая Милана, мы закончили. Благодарим вас. Примите искреннюю нашу благодарность от меня, от Веры и от вашей частички за эту сегодняшнюю встречу, от Екатерины. И я говорю, до скорой встречи. Наилучшие вам пожелания высоких энергий, чистых вибраций и скорого перехода на 14 уровень. Что можно Высшему Я пожелать? Благодарю вас. Самое большое, что можно пожелать, это любовь. Искренняя. Искренняя любовь. И бескорыстная. И бескорыстная. Это самый лучший подарок. Хорошо. Примите на этом месте нашу искреннюю бескорыстную любовь, уважаемая Милана. От меня, от Екатерины, от Верочки. Благодарим вас за эту встречу. Мы закончили. Если у вас есть еще какое-то желание или что-то хотели добавить, если нет, тогда мы будем уходить. Я лишь хочу благодарить вас за эту встречу. Счастье и радость наполняют меня. И нас наполняет находясь. На встрече с вами. Да, очень приятно чувствовать ваши вибрации тоже. Я здесь на земле их чувствую. Я знаю, что многое изменится после этой встречи. Будем надеяться. А так и есть. Благодарю вас, уважаемая Милана. Мы прощаемся. Желаем вам всего наилучшего. И, Верочка, на счет три. Рассинхронизируйся с Миланой. Один, два, три. Бери Екатерину в свои крылья и вместе с Глорией мной, Екатериной и тобой, возвращаемся в нашу комнату диагностики. Посылаем любовь этому месту. Энергии любви. Один, два, три. И полетели. Мы на месте. Отлично. Уважаемая Глория, как вам наша сегодняшняя встреча? Хотели бы вы добавить что-нибудь от себя еще? Я лишь хочу еще раз поблагодарить за то, что пригласили меня на эту встречу и дали мне возможность насытиться этим светом и любовью. Глория, вы с ангельского мира пришли и вы говорите там какие-то энергии, которые даже вы не испытывали на уровне Высшего Я или которые можно испытать, я правильно понимаю, на уровне Высшего Я? И какая там разница? Объясните, пожалуйста. Вы не понимаете разницу в целостности, в целостности объекта, в целостности души. Вы имеете в виду Высшего Я или момент соединения Высшего Я со своей частичкой? Да. А, вот как. Ну да, конечно. Это в принципе тогда сто процентов присутствовало и Екатерина, вернее, Высшего Я встретилась со своей частичкой. Это значит, никого другого нигде не осталось, кто, так сказать, где-то еще находится на другой планете. То есть, да, безусловно, конечно. Теперь я вас понял. Уважаемая Глория, позвольте вам передать знак благодарности нашу традиционную большую корзинку с самыми спелыми и вкусными ягодами на Земле. Один, два, три. Мы знаем, ангельский мир тоже ценитель ягод и этих энергий. И вы, наверняка, захотите поделиться со своими друзьями в ангельском мире. Примите, пожалуйста, от нас этот подарок в знак благодарности. Я благодарю и хочу объяснить, почему Милана сказала про любовь. Подарки в виде ягод и смузи показались настолько материальными и земными, что она немного хотела скорректировать и внести духовный момент. Делясь любовью бескорыстной. Любовь может соединить именно этот поток она хотела увидеть от Екатерины. Вот как. Теперь я понимаю. Благодарю вас за это пояснение. Это очень важный момент. Мы действительно дарили бескорыстное и с любовью. И теперь я понял, что Высшее Я хотел этим сказать. Это тоже какой-то урок. Безусловно, можно и так сказать. Благодарю вас, Глория, за это разъяснение. На сегодня мы закончили. Примите на этом месте наши искренние энергии благодарности и энергии любви. Как всегда, я вам не говорю прощайте. Я говорю до скорых встреч. Я больше чем уверен мы с вами встретимся. Благодарю вас. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Один, два, три. Хорошо, Екатерина. Как вы себя чувствуете? Как вы после разговора с вашим Высшим Я, с вашим Куратором? Она говорит, что эта любовь осветила меня изнутри. И я себя очень прекрасно чувствую, счастливо. Запомните это чувство, этой любви. И вот это будет состояние вашего нормального состояния. Все, что отходит от этого состояния, уже ненормальное. Поэтому сегодня вы ощутили на себе эти энергии, эту любовь. Держите, несите эту любовь и свет, дарите ее другим. Бескорыстно, безвозмездно и с разрешения людей. Хорошо, Екатерина, мы закончили. Будем возвращать вас назад в Биоробот. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Екатерины в систему Биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, пойдем. А я на месте. Редактор субтитров А.Семкин